Татьяна Шевчук с недоумением рассказывает о вчерашнем вечере. Жительница дома на Лыньково занималась своими делами и почувствовала едкий запах дыма. Спустилась на третий этаж и увидела странную картину. На одной из дверных ручек дымилась куртка. Сама квартира на распашку, внутри никого. Женщина стала звонить соседям. Спустя несколько минут на пороге появился хозяин жилища. Я ему тут пару слов сказала, что ты там натворил, что у тебя горит. Он мне ничего не ответил. Пошел домой, бросил эту куртку на площадке. Она продолжала дыметь. Вот моя соседка из девятой квартиры. Эту куртку залили водой. Ну и думали, что это все. Но на этом история не закончилась. Спустя полчаса горожанка открыла входную дверь и увидела дымовую завесу. Вместе с сыном побежала к горе хозяину, однако тот не отозвался. Тогда женщина позвонила в МЧС. Через несколько минут звук пожарной сирены слышала вся округа. К этому моменту из окна виднелись серые клубы. Обрось 62-й, 90-й, 12-й, на месте вызова, улица Варькова, 31. На этих кадрах видно, как сотрудники МЧС вскрывают дверь и выводят из дымящейся квартиры мужчину. Пострадавшего передали медикам. Понадобилась госпитализация. Предварительный диагноз – отравление продуктами горения. О злополучном вечере напоминает пепел, который до сих пор лежит на лестничной площадке. Во всем подъезде запах гари, по всей видимости, выветрится не скоро. О пожаре жильцам напоминают и обгоревшие куски матраца во дворе. Здесь же копоть и то, что осталось от былых предметов интерьера. В результате пожара повреждено некоторое постельное принадлежности. По предварительной версии, причиной такой пожара могла стать незатушенная сигарета. Спасатели бьют тревогу. Неосторожное обращение с огнем при курении – одна из самых частых причин, по которой происходят пожары. Ежегодно пагубная привычка уносит не одну сотню жизней. Ведь далеко не все соседи реагируют так же оперативно, как Татьяна Шевчук.